Веселая игра была, всем понравилась. Конечно, были два разных тайма. Мы совершили три ошибки, вообще невынужденные. После этого, конечно, в перерыве поговорили. И ребятам огромная благодарность, что вышли заряженные, проявили характер. И совершенно другой второй тайм был. Было атакующие, давление было, много было проникающих передач, чего не было в первом тайме. А так, еще раз повторюсь, что игра очень такая была, веселенькая. После того, как замены две произошли на 60-й минуте, сразу игра качественно изменилась в лучшую сторону со стороны локомотива. Почему ждали 15 минут второго тайма, они сделали эту замену, эти замены в перерыве? Ну, во-первых, мы очень рады, что все травмированные вернулись. У нас очень хорошая обойма сейчас. Мы посмотрели по тренировкам, выбрали вот такой состав. Ну, в принципе, эти замены планировались. Но мы решили в перерыве пока ничего не менять. Конечно, счет нас не устраивал. Но мы хорошо поговорили в перерыве, ребята вышли заряженные. И я полностью с вами согласен, что кто вышел на замену, они очень добавили и скорости, и остроты. Чем вы объясните такие два разные таймы? И второй вопрос. Ошибки Гильерма уже стали мемом при вводе мяча в игру. Может, вы все-таки ему что-нибудь скажете, объясните, расскажете, покажете? Спасибо. Ну, он сам осознает, что он ошибся. Я по второму вопросу после игры подошел. Конечно, сказал, что не нужно было мне разыгрывать. Ну, это футбол. У него было желание сохранить мяч. Мы стараемся в такой футбол играть. Ну, конечно, не хочется, чтобы это все через ошибки проходило. Ну, так получилось. Конечно, тяжело после 0-1. Психологически на игроков, наверное, было давление. Но они, еще раз повторюсь, молодцы. Совершенно другим настроением вышли на второй тайм. Сейчас в ЛОК, по сути, два сильных вратаря. Это Даня Ходиков и Гильерми. Насколько говорит руководство, что Гильерми будет продлевать? На ваш взгляд, тоже как вратаря, два сильных голкипера в одной команде – это плюс или минус? И почему? Спасибо. Ну, я считаю, конечно, даже не два, а три должны быть сильных в командах, серьезных, которые решают большие задачи. Я еще раз повторю, что Гильерми – это прошлое и настоящее локомотивы. Это капитан команды, это лидер. А Даня Ходиков – это настоящее и будущее, на которое мы очень сильно рассчитываем. И который, я думаю, при правильном отношении вырастет очень сильного вратаря. Вот, травмированные выздоровели, говорили. Вот Артем Карпукас шикарно просто сыграл на своей позиции в матче, который выходил в стартовом составе. С выздоровлением Дмитрия Баринова он все-таки в запас пойдет? Или вы сможете им обоим найти место на поле одновременно? Ну, я думаю, что Дима Баринов бы играл. Он отошел от травм. Мы этому очень рады. Но он еще не готов на 90% чисто физически. А так бы, я думаю, они в паре с Карпукасом играли бы в середине. Мы так планировали, но после того, как и поговорили, он физически не может еще выдержать 90 минут. А так, я еще раз повторюсь, что мы очень довольны. Конечно, хотелось бы, чтобы раньше все выздоровели. Сейчас у нас, посмотрите, аж всего два вратаря было в заявке, потому что столько полевых игроков выздоровели и готовы помочь. Уже можем и варьировать состав, и усиливать заменами. Поэтому это нам плюс большой. Заур, скажите, игра Яна Кухты вообще по весенней части оставляла двоякое впечатление. Сегодня он вышел на замену очень заряженным. Собственно, он забил, он еще имел как минимум два момента. Может, чаще использовать именно такой вариант или сегодня просто так совпало? Ну, я еще раз повторюсь, когда ребята видят, что на их позиции есть игроки, которые выздоровели, у них совсем другая мотивация. Они все хотят попадать в основной состав, и поэтому они должны и на тренировках, и на играх доказывать, что они достойны играть в основном составе. Ну, еще раз повторюсь, мы вот по тренировкам посмотрели и выбрали такой состав. Но вот эти все замены, они были у нас запланированы. Даже если бы счет развивался по-другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова